Доброе утро дорогие друзья, доброе утро, после небольшого перерыва мы вновь с вами в студии Радио Медиаметрикс и это программа «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Мы продолжаем изучать темы эффективности управления персоналом, а если еще более конкретно сказать, как нам получать необходимые модели поведения у наших сотрудников, сегодня у меня прекрасные, очаровательные, замечательные, умные, красавицы, специалисты в области формулирования модели поведения, это Татьяна Вавилова, сооснователь компании «Профдиалог», и Светлана Муратова, директора по персоналу компании «Тикетленд.ру». Доброе утро. Итак, скажите мне, пожалуйста, как же мы с вами можем обладать, какой волшебной палочкой нам нужно, чтобы получать нужные нам модели поведения? Для нас очень важно, мы считаем, это внутреннее состояние человека, и чтобы работа была удовольствием, и даже не удовольствие, а просто становилось хобби, как раз та самая история, когда наши внутренние интересы, наши внутренние потребности целиком и полностью реализовываются в том деле, которым мы занимаемся, в той работе. То есть, если мы видим людей, которые сидят на работе, и на самом деле думают не они, значит, они не здесь, их интересы лежат вне работы. Да, скорее всего, да. Как это нащупать вообще? Знаете, самое главное, что от этого страдает и сам человек, тратя свою жизнь вообще совсем не на то, от этого страдает работодатель и страдают клиенты, в общем, тут никому от этой ситуации никто не выигрывает. Это точно, мне вчера позвонил один мой товарищ, я занимаюсь, помимо всего прочего, еще карьерным коучингом с топами, он говорит, слушай, ну что же мне делать? А он достаточно серьезного уровня руководитель, я говорю, подожди, у нас же не рабство, ты же сам выбрал свой путь. Я помню, ты когда-то увлекался этим, он говорит, ну это было так давно, я говорю, ну от этого получал удовольствие, да, я говорю, попробуй, сделай что-нибудь. Как нам сделать так, чтобы люди, которые несчастливы на работе, вдруг стали счастливы? Вы уволите их от нашей работы? Ну, во-первых, им надо рассказать, что, ребята, не обязательно мучиться, что жизнь может быть вообще в удовольствии. Да, открыть им такое просто глаза на реальность, и если раньше, да, мы все знаем, у нас был другой строй, где нет слова «не хочу», есть слово «должен», то сейчас мир меняется, и он вполне себе допускает объединение, соединение в одном, да, своих сильных качеств, то, что у него получается здорово, и то, что дает пользу миру даже в целом, да, а работодателю в частности. Ну да. Таня, ты была инициатором нашего сегодняшнего эфира, и, по сути, вот мы начали с того, что поговорили с тобой, я говорю, слушай, ну давай классно, давай попробуем реализовать, расскажем о том, что ты делаешь через какое-то практическое воплощение. Вот так у нас появилась света в студии. Абсолютно да. Расскажи мне, пожалуйста, вот историю возникновения твоей вот этой идеи, почему ты этим занимаешься, и вообще чем ты занимаешься, чтобы нашим слушателям было понятно. Ну, чем мы занимаемся, это онлайн-психодиагностика. То есть задача наша посмотреть структуру психики человека и посмотреть, какие же у него сильные стороны и какие способности, и где он со своими качествами сильными может себя применить, в какой деятельности, в какой компании, при каких условиях, и что нужно учесть для того, чтобы действительно все у него получалось. Это вот если прям такими общими словами. Как мы к этому пришли? Я шла из своего опыта, до этого я занималась бизнесом, у меня был отдел продаж мой, которым я занималась, колдовала над ним, 21 человек, ни больше, ни меньше. И на самом деле была проблема, потому что у нас был консалтинговый бизнес, и каждый человек менеджер отдела продаж, мы достаточно болезненно относились к тому, что у нас текучка внутри, а она была. Но для того, чтобы человека раскачать до нужного уровня, мы очень много инвестировали в обучение. Продукт был очень сложный специфический, это в разрезе государственных торгов. И, соответственно, я понимала, что вроде есть материальная мотивация, у них классная зарплата, у них великолепные бонусы, есть нематериальная мотивация, был неплохой достаточно коллективный дух, всё, что мы могли сделать для них, было сделано. Потом я ознакомлюсь с Нязевым Ильцом Михайловичем, это сейчас методолог, разработчик платформы, он уже 40 лет в психологии, возглавлял необходимые психодиагностические лаборатории, всю свою жизнь этому посвятил, я говорю, Александр Михайлович, ну как же так, у меня страдает мой отдел, я чего-то ведь явно не досматриваю и не наглядела. Он говорит, ну да, вы смотрите интропсихическую мотивацию, интропсихическую мотивацию, это что? А что это, да? А он говорит, это то, что человек мотивирует изнутри, это то, как его качество будет компенсироваться в работе, и когда мы начали разбирать эту тему, когда мы внедрили у себя, правда, прошло полгода, но только тогда я поняла результат и поняла, как это работает. Мы с 21 менеджера сократили до 15, а по эффективности мы выросли на 30%. Что произошло? Какое чудо произошло? Что мы сделали? Да. Ну, первое, то, что мы сделали, мы продиагностировали всех, в том числе и руководителей. С кем-то нам действительно пришлось расстаться, потому что были качели непонятно, реабилитируй мне, реабилитируйся, реабилитируем, и для нас тогда диагностика послужила таким дополнительным вспомогательным инструментом для принятия решения. Все-таки мы кого-то убрали, наняли новых, но за счет того, ребят, которые в отдельном менеджерском перформили, мы хотя бы поняли по диагностике, что за качество человека, который позволяет ему так хорошо выстраивать коммуникации с клиентами. И набирали фактически вот таких же ребят. Вот таким образом мы и поступили. Получается, таким образом этот инструмент позволил нам заглянуть несколько за, как сказать, за физическую оболочку человека, то есть, как ты правильно сказала сегодня, за получаемые социально приемлемые ответы, вот, и увидеть нечто большее. А насколько ему вообще можно доверять подобного рода инструментам? Ну, сейчас методику мы, которую используем, методики совершенно разные бывают. Мы, которые используем, первое, ну я, конечно, обкатала на своем опыте, мы только после этого начали прилагать это клиентам в массе. А второе, сейчас методология, которая используется, она самая надежная даже в мире, я могу сказать. То, что мы сделали, мы доработали американскую методику, которая лежит в основе, а то, что мы патентовали, это выход на компетенции, выход на профессии и единую форму интерпретации. Ведь в чем была проблема? Я когда внедряла, это была флешечка, где просто строился график и все, а дальше ты трактуешь, как хочешь. Если у тебя нет психологического образования, ты не можешь этим компетентно заниматься. Наша задача была все-таки убрать человеческий фактор, и когда получаешь диагностику, у тебя будет единая форма интерпретации. Ну и такое, судя по всему, это с будущим машин-леунингом, бигдата, когда чем больше будет информации, тем больше будет и задача. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот теперь вы как бы это является вашим продуктом, да? И, Свет, как ты получила для себя, почему Ticketland вдруг решил заглянуть за физическую оболочку? В душу. В душу. Душный вопрос, да, наша компания, ну вот могу сказать одну из таких трендов, которые идут, это для нас, мы в угловой угла ставим ценности. У нас четыре ценности, уважение, профессионализм, работа в команде, но своей уникальной мы считаем такую ценность, по-английски она звучит как фан, да, по-русски это можно перевести как получение удовольствия от того, чем ты занимаешься, но на самом деле можно гораздо шире тректовать. И проводя собеседование, да, в частности, когда там набирали, например, ребят программистов, да, мы всегда смотрели за горизонт, чем они живут, какие у них ценности, куда они идут вообще, какая у них миссия в этой жизни, да. Но когда ты понимаешь, там, при собеседовании ребят, которые идут в колл-центр, да, всё-таки для многих это стартовая позиция. Они ещё не знают, чего они имеют, они не набили шишки, не могут сказать, вот это точно мне не подходит. То есть это такой вот чистый риск. Я могу сказать, что большинство взрослых топ-менеджеров вряд ли могут с первого раза ответить на вопрос, а какая у тебя миссия, а какие у тебя ценности. Ну, конечно, мы задам наводящие вопросы, то есть обличаем. Но в целом, да, понятно. Ну, понятно, да, что в 20 или в 22 года рассказывать о какой-то миссии очень сложно. Ну, есть понимание, что нравится, что не нравится. Я вот сейчас закончил, кстати, курс четвёртому курсу Ранхикс журналистики. Мы с ними делали спецпроект совместно с их кафедрой о карьере. Я всё-таки думаю дам им адреса электронной почты, чтобы наконец-то они получили, да. Вот, и мы прошли, вот для них это было очень большим открытием. И знаете, первое, что я сделал, я попросился на лекцию к лучшему профессору, я посидел на этой лекции, к сожалению, понял, что ничего не изменилось с тех пор, как я учился. Люди, студенты получают интерпретированные профессором собственные выводы и знания под запись. И, видимо, потом им отвечают. Это очень плохо, на мой взгляд. Это, конечно, не образование. Да, да, и я сама, на самом деле, в большом окружении сталкиваюсь с тем, что люди приходят и говорят, что меня каким-то образом занесло в HR, в маркетинг, в продажи. Ну, так в жизни случилось. Я понимаю, что это точно не моё, но я понятия не имею, чем мне заняться. Я даже не знаю, я как бы готов пробовать, но где гарантия, что я сейчас, не знаю, лишусь своей карьеры, займусь чем-то другим, да, и это подойдёт. Света, буквально один вопрос наводящий. Вот, а почему вдруг вы в компании решили определить и заняться ценностями? Кто был инициатором? Первое лицо? Или вот где ты оказалась, как HRD? Расскажи этот процесс. Я как раз, да, как HRD стала во многом инициатором этого процесса. Мы понимали, когда, скажем так, собирали обратную связь о работе нашей компании, а это и наши кассиры, наши кассы, и больше 100 касс, и там около 200 кассиров. Это наша работа нашего сайта и работа нашего кулцентра. И если можно было погуглить там тикетленд-отзывы, да, самые негативные отзывы, которые мы получали, это о работе кулцентра. 95% шла туда. И мы понимали, что что-то люди делают не так. Мы вкладывали большие усилия в обучение, в техническое обучение, да, потому что много вопросов. Оплата не прошла, билеты не пришли, кёркут не выгрузился, то есть они должны понимать, про что это. Это вопросы по репертуару. У меня ребёнку 5 лет, хотим сходить, посоветуйте что-то. Если здесь ещё более-менее было всё неплохо, опытные люди рассказывали, то в каких-то других вопросах прям чувствовалось, что не дотягивает. А самое главное, вот, что ключевым не было желания в этом разобраться. Да, и я как HRD, и вообще у нас мы такие стремимся к такой самоорганизующейся структуре, плоской, как вот сейчас очень... Зачем? Скажи, зачем? Ну, чем вам иерархическая структура не устраивает? А потому что каждому человеку есть дело до того, что происходит. То есть вы летите в самолёте, и вы вдруг видите, что кто-то начинает ковырять, не знаю, пытаться открыть... Иллюминатор. Иллюминатор. И вы такой, товарищ, а вы вообще что делаете? Ну, вы знаете, мне душно. Вот что-то мне дует. Я тут сейчас вот хочу вынуть и там что-нибудь другое ставить. И вы говорите, чувак, а ты понимаешь вообще, что дальше? Да, что тут гризматизация, мы все упадём, да? И не должно быть равнодушных, да, что если кто-то это ковыряет, ты говоришь, а, это как бы вроде как ко мне отношения не имеет. Я вот к кул-центру вот. Ну, вот структура иерархическая, разве она убивает? Она как раз не позволяет, потому что хорошо, если всё окей. Человек занимается, он прирождённый, занимается своим делом, любит, да? Но бывает, не всегда так бывает, что человек может быть очень классный, очень здоровский, но вот какая-то часть у него может быть немножечко хромает. Он хорош в одном, но, например, немножечко там не дотягивает в другом, да? Если другой человек видит, что там происходит что-то не то, ну, ты подними вопрос, подними инициативу, не знаю, можешь помочь, помоги. Не можешь, ну, начинаешь что-то с этим делать. И когда я видела, говорю, ребят, так дальше жить нельзя. Ну, мы пошли как и чары, классический вариант, там, если у нас это, давайте их учить. Ну, мы пошли учить, сколько времени потрачено на споры, на негатив, на понимание. Да ты сидела ли на телефоне, а я здесь 10 лет сижу. На сопротивление. Сопротивление, всё что угодно. Да, и серии уход, знаете, такой подъезд, ну-ну, давай-давай, разговаривай, а я всё равно потом пойду и сделаю. Лишение KPI, там, ну, эти уже финансовыми, ну, не соблюдаешь ты скрипт, не хочешь, так. Окей, они начали соблюдать, ну, и серии. Да. Так транслируют голосом и всем, что такое пренебрежение. Ну, вот не докопаешься формально. Всё молодец человек делает. Ты прям про скрипту повёл. И дополнительные вопросы задал. Чем я ещё могу помочь? Ну, оно задавалось так. Но не вкладываясь. Ну, да. И вот ты говоришь, ну, окей, вот, ну, окей, хорошо. Мы сейчас этих людей заменим. Возвращаемся к вопросу. А как мы поймём, что мы не наймём тех же самых? Ну, да, логично, да. И, на самом деле, Таня, вот, она попала вот в нужное время, в нужное место. Где вы познакомились? Как это сейчас, одну секунду, как говорится, на ловце и зверь бежит. Вот. Таня, как вы познакомились? Нас познакомил наш партнёр Артём Красавин. Да. Вы у него были на тренинге. Да. И вы с ним там тоже познакомились. Угу. И, я так понимаю, Артём, судя по тому, когда вы проходили тренинг, понимал, какие у вас сейчас задачи стоят. Да. И он мне звонит, говорит, Тань, по-моему, вот, по-моему, вот сейчас вот вы можете здесь компании помочь, нашей компании может помочь. И всё, мы приезжаем на встречу, выясняем со света, какие задачи стоят, и вот так вот начинает, соответственно, работа. Света, а вообще вот роль первого лица, какова было вот в начале этих изменений? Ну, безусловно, без него никуда. И, в общем, отчасти, конечно же, он стал как неким, знаете, как это, жми. Да, потому что у нас всё-таки есть понимание, что там нельзя людей просто взять, прийти и уволить, там, или ещё что-то, соответственность руководителя. Руководителем мы тоже с ним работаем, что ты хочешь уволить. Почему? Вот мы не допускаем так, что мне человек не нравится, я хочу уволить. С ним работают, ещё что-то, да. Но были какие-то моменты, когда мы собирали, прослушивали звонки, потому что я прослушаю, генеральный директор их прослушивает. И стал какой-то момент, чтобы было понятно, что всё. Надо что-то делать. Вот дальше уже жить нельзя. И как раз в этот момент, я чудесник, это всё сошлось вот в одно время, в одном месте. Я говорю, давайте Виталий уже менять, потому что учить уже бесполезно. И не просто менять, да, а вот используя вот этот инструмент, который явно повысит вот качество подготовки. Качественно, да. Если отойти конкретно от людей, что позволяет сделать инструмент? Ещё раз. Что позволяет сделать инструмент? Перефразирую. То есть я имею в виду, что отойти конкретно от колл-центра, от тех проблем, которые были в компании Ticketland, что позволяет сделать инструмент? Вот для каких задач он применим? А, применим, отлично. Первый вариант, когда мы смотрим внутри людей, которые уже работают, для того, чтобы понять, а куда я кого могу переставить. Могу ли, например, конкретного человека переставить на руководящую должность? Или может ли человек, который у меня сейчас работает в отделе продаж, в сейлзах, поставить на маркетолога? То есть вы составляете такую некую карту хайпо для того, чтобы понимать вообще, какие у меня есть ресурсы и чем я могу воспользоваться в случае чего? Первое. Это диагностика. Второе, самое эффективное, это все-таки в найме, потому что когда вы оцифровываете людей в вашей компании, вы понимаете, те, кто делают результат, за счет чего они его делают, и те, кто не делают результат, почему они его не делают. Соответственно, вы составляете некий такой идеальный профиль людей, которых вы хотите видеть в компании, делаете фильтром у себя в подборе и, соответственно, на базе него и набираете. Окей, а вот выявление вот этих или создание портрета идеального сотрудника, это посредством интервью или посредством чего? Какие инструменты? Цифры. Ну, мы делаем все в цифры. То есть мы людей, все их стереотипы мышления, качество, интеллект. Мы все переводим в цифры. Ну, приведи пример, пожалуйста. Мы видим в определенном диапазоне цифр. Например, мы видим шкала феминности 65 и выше. Мы говорим, что да, нас этот человек устраивает. То есть прям цифры. Но сначала нужно было создать некий вот этот образ. Смотри, я просто… Как мы образ собирали. Сейчас, одну секунду. Когда я тебя слушаю, у меня сразу в голове возникает много-много разных вопросов. Первое. Ты говоришь там, вот надо бы посмотреть на всех людей, которые есть с точки зрения выявления хайпо. Это неплохо. Для того, чтобы можно было бы сделать некую внутреннюю ротацию. Но для того, чтобы сначала сделать внутреннюю ротацию, нужно сначала описать каждую позицию с точки зрения того, кого бы мы хотели там видеть. Логично, да? И потом, когда мы смотрим, что у нас есть человек, который в принципе мэтчится с этой позицией, у него есть некий подход к тому, что он может туда прийти. Так вот, с чего надо начинать? С описания позиции. А ты правильно говоришь? Обычно делается на самом деле параллельно. Описывается позиция и получаются данные по тем, кто у меня есть в компании. Дальше они сводят такую таблицу, там экселевская, вебовская у нас страница, и они смотрят. Вот тот функционал, который я прописал по человеку, например, им нужен руководитель проектной команды. Что он должен делать? Непосредственно управлять? Непосредственно там, что он еще может делать? Что еще может делать? Объединять свои задачи, контролировать. Объединять ответственность и так далее. Не сдаваться. И он понимает, кто же у меня из всех представленных сейчас, но и больше соответствует. Услышал ты. Так как я тебе говорил, что нас смотрят по всей стране, и не везде есть возможность воспользоваться твоими услугами. Нет, почему везде? Это понятно. Вопрос другого, что с чего-то надо начать, чтобы подойти морально к этому. То есть какие бы ты практические советы, простые шаги порекомендовала собственникам, предпринимателям, у которых может быть 5, 10, 15, 20 человек в каком-нибудь совсем небольшом городе, вот с чего начать, чтобы посмотреть, а с кем он работает, чтобы не получилось той ситуации, когда вроде бы и скрипты выполняют, а на самом деле всем своим видом и голосом показывают, что они не хотят этого делать. Ну, все-таки, вот на самом деле, про то, что мы сейчас проговорили, все верно. Шаг номер один. Шаг номер один. Первое, определить, что конкретно нужно от человека, который они сейчас будут… Нужно или хочется? Все-таки нужно. Вы знаете, хочется… А вот как понять, что нужно? Вот, Свет, может быть, тебе вопрос тоже. Вот мы говорим там, мы хотим иметь там начальника, там, не знаю, например, начальника колл-центра, такого, 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 для нам хочется, да? А насколько хочется и нужно, оно совпадает. Вот действительно ли желание топ-менеджеров всегда совпадает с тем, что на самом деле нужно? Оно, вы знаете, здесь, знаете, как есть торт, а есть вишенка на торте. Да, да, да. Вот есть мастер, который должен быть, человек должен быть организованным, он должен уметь там правильно строиться. Скатываемся компетенциям, да, опять. Да, а если он еще и при этом человек душевный, а если при этом он еще и, не знаю, эмоциональный интеллект у него там выше среднего, ну так это вообще как бы здорово. Вот, то есть получается, для человека, который смотрит нас сейчас, мы ему делаем, что есть профессиональные качества, есть личные качества по каждой позиции, так? Абсолютно, но обычно тогда и делаются. Да, да, все верно. И мы тогда говорим, вот опиши себе, там проранжируй их, наверное, да, там создай какую-нибудь шкалу, там, например, если это там, не знаю, афеминность, да, или как это новый термин сегодняшнего моего утра, то там от единицы до десяти я бы хотел, чтобы она выражена была там больше шести, там, да, там, и ты начинаешь уже, создаешь себе некую такую как бы картинку, вот это вот начальник, там, вот это вот там подчиненный, вот это там колл-центр, и берешь уже тогда других оцениваешь, и вот смотришь совпадение, так или нет? Да, обычно, как мы делаем, даже когда еще с нами не работают, у нас есть такая карточка компетенций, которые заложены по методологии, их 45, они делятся на управленческие и все, что связано по функционалу, и дальше они должны выбрать относительно, ну вот видят они сейчас руководителя проекта, и они смотрят, сколько компетенций от восьми до десяти, какие компетенции в какой степени выражены, если должны быть… Это такой конструктор лего, который он собирает. Дальше, если у него действительно есть задача потом набирать этого человека при помощи методики, мы ему вкладываем эти компетенции на платформу, и он, получается, в соответствии с ними ищет. Но первое, действительно, он должен определиться, какие компетенции должен человек, какой функционал выполнять. В иерархии. То есть важно, человеку нужно выступать, нужно презентовать компанию, он должен быть идейным лидером и вдохновителем, это одна история, да, он должен быть экстравертом, он должен быть таким демонстративным товарищем, да, такой вот жизнерадостным, с большим количеством энергии. Если мы говорим, что это пусть технический вид, ну, в IT, например, говорит, ребят, да мне надо выступать, потому что он был спокойный, скрупулёзный, усидчивый, мог много раз там, и не заодно и то же, это будет совсем другой профиль. Наш основатель Герман Клеменко, как-то мы делали с ним интервью, вот основатель радио, мы разговаривали про айтишников, это было там лет 5, он говорит, слушай, айтишник это вообще удивительный человек, ему каждый раз компьютер говорит, ты дурак, он что-то сделал, он говорит, ты дурак, то есть у него резистанс должен быть очень высокий, то есть имеется в виду, что он что-то делает, у него может не получаться, он получает обратную связь от машины, которая бесчувственная, она ему говорит, слушай, нет, это не совсем. Итак, я вернусь немного к практической воплощению. Зачастую, вот когда я выступаю перед менеджером, я говорю, слушайте, ребята, управлять людьми можно тогда, когда ты научился управлять собой, то есть ты с собой разберись, кто ты, что ты, чем ты понимаешь, что ты знаешь, что для тебя ценно, если ты директор, что для тебя важно, потом сядь и подумай, а кого, не оценивай тех людей, которые у тебя есть, а вот нарисуй идеальную картину своего бизнеса, вот как мы сейчас говорили, опиши позиции, а потом уже начни подходить к тем людям, которые у тебя работают и, соответственно, подбирать их. Соответственно, мы говорим, что на подбор это влияет. Вот это тестирование происходит в момент собеседования, после собеседования, до собеседования. Как вот, Свет, как ты здесь работаешь с этим, когда тебе нужно нового человека подобрать, например? Мы используем, на самом деле, пробуем разные схемы. Сейчас мы остановились на том, что человек все-таки проходит первичное собеседование, да, что он приехал, да, что он показал свой интерес, мы понимаем, что он говорит, но какие-то внешние такие вот параметры, они нам совпадают, нам человек нравится, в принципе, нам хотелось бы с ним работать. И потом, после этого, мы уже высылаем ему ссылочку, очень удобно, это не нужно приезжать в офис, ему приходит письмо, ссылка, он спокойненько в своей комфортной домашней обстановке его проходит, да, и мы получаем результат. И уже после того, что мы увидим, мы принимаем решение. Потому что бывает так, что нам человек очень нравится, но мы понимаем, что а-а, ну вот не проявил он этот момент, а вот тут бомба замедленного действия. Даня, скажи, пожалуйста, влияет на результаты тестирования психологического состояния человека? Расстроен, стресс, там, влюбился или, наоборот, потерял любимого человека? Смотрите, там для этого, чтобы показатели не страдали, мы сделали дополнительные шкалы и ведущие шкалы. Вот ведущие шкалы, они не меняются, а дополнительные шкалы, они могут меняться. Например, правильно говорите, стресс. Всякое может быть, он сейчас в не очень хорошем состоянии, тогда у него тревожность повышается. Это, кстати, видно. Да, там просто, но при этом тревожность тоже надо понимать. Это либо тревожность ситуативная, и мы это тоже видим, либо это уже фиксированные депрессивные тенденции, эмоциональное выгорание, и тогда человек неэффективен, непродуктивен, это фактор риска в найме. Такое часто бывает, встречается, особенно вот в таких массовых позициях. Окей. Ещё некую провокацию хочу такую создать. Смотрите, получается, у нас есть человек, да? Но по большому счёту до сих пор никто не знает природу человека, откуда он появился, что такое, его божественное происхождение, это эксперимент высшей расы. И мы вот на уровне своём пытаемся всё же как-то с этим жить, несмотря на дарвинистский подход или какой-то ещё, и пытаемся, вот раньше, понятно, было поговорить по душам, это было собеседование, да? Потом были тесты, MBTI, там, там, много-много разных других, там, пожили-пожили, там, отказались. Психологов приглашали, помните, был период определён, да? Ну-ка, посмотри-ка на мои цветовые пятна Люшера, что тебе кажется? Детектор лжи, тоже не забываете до сих пор. Да, кстати, детектор лжи, кстати, я помню, в один банк я устраивался, я всё время когда-то был банкиром, они мне говорят, детектор лжи, я не пойду, ну и ладно, не надо, ну и ладно, и не надо. А сейчас именно такая тенденция, что детектор лжи понимает, что за корпоративная культура, и обычно уже не идут. Ну, это да, это триггер вообще о корпоративной культуре, мы об этом поговорим. То есть, я просто думаю, что потом, да, потом начались там как бы вот там плоские структуры, там бирюзовые организации, там, да, 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 Рикардо Семлер читали, слушали его, наверное, вот это известный самый там, где он там, в Аргентине, да, или в Бразилии, это самый известный бизнесмен, который там создал компанию самоуправляемую, у него там крупные энергетические объекты, где люди сами управляют, назначают зарплаты и так далее, и так далее, и так далее. И всё-таки мы пытаемся заглянуть в мозг человека, то есть нас не устраивает, просто красивые, симпатичные, умные, да, казалось бы, а вот всё-таки нас волнует внутреннее состояние. Насколько всё-таки вы считаете, что это помогает решать эту задачу? Вот, Свет, тебе ближе, потому что ты от сахи, как сказать. Да. Мне кажется, что очень помогает. На самом деле, ну, с моей точки зрения, что некая мотивация такой, некий импульс извне, вот если он очень сильно расходится с тем, что внутри, он неэффективен. Если же он ложится, ну, там, где-то на пересекающейся, окей, да, но если у человека есть собственная внутренняя мотивация какой-то деятельности, да, то, в общем, и мотивация не нужна. То и всё равно она у нас есть у каждого своя, вот есть, да, она у всех разная. И выражена по-разному. Выражена по-разному. И далеко не всегда мы сами можем себе, вот здесь, сказать, вот у меня мотивация такая, это надо реально, может быть, к психологу, сказать, может быть, не один раз, или к поучу, который будет вас, ну, как бы, вот, направлять, 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 чтобы вы сами через собственное сознание, не через некие какие-то там, ну, на уровне ощущения нравится, не нравится, знаете, как туры, инфузория туфелька, да, ткнули, не ткнули, да, стимулы реакции, а всё-таки вы смогли это выдать и потом уже искать себе работу, там, ну, согласно, там, своим, реализации каких-то своего внутреннего, да. Вот, если говорить по своём личном примере, да, мы же, как это, доверяй, но проверяй я историю, мы сами прошли тест, я когда прошла, я честно могу, это не то, чтобы даже вообще не на правах никакой рекламы, я сказала, боже, я сама бы про себя такими словами бы не сказала, более точно не сформулировала, как это было выдано в тесте. Я сейчас не пройду. И это правда, и когда я прошла, и это сюда посмотрела, про своих коллег посмотрела, то есть у нас было такое небольшое там тест, у меня сказала, да, прям, да, да, ну, это же так очевидно, ну, почему даже я, человек с высшим психологическим образованием, который постоянно в такое вот у меня беспрерывное обучение, вот не смогла настолько точно вот эти моменты там выдернуть и именно так их подать, да, именно в таком сочетании там одного с другим, да, и когда люди читали, я вот иногда подглядывала, когда они получали результаты, только я выглядываю, и там вся гамма эмоций, да, и после этого я сказала, что да, там, это история, которой лично я могу верить, потому что вот то, чем я занимаюсь, и то, что тут написано, да, и то, что мои внутренние состояния, они действительно совпадают. Вот, я сама смогла сформулировать, да, какое-то еще, теперь надо вот, я прямо даже думаю, сейчас мне так родилась идея, что вот там есть такой пункт, мотивация, прямо вот оттуда понадергать и прямо вот регулярно своему руководителю отсылать, чтобы он не забывал. Про вас, да? Про себя, да, что мне доставляет удовольствие, что меня зажигает. Ну, я могу догадаться, что может доставлять удовольствие, да, вот. И все же, HR, которые сидели здесь у меня вот на месте Татьяны, они там последние тренды, если мы раньше говорили об эмоциях, об ощущениях, о корпоративной культуре, не привязки к неким цифрам, да, а вот сегодня, говорит, HR, вообще сегодня Human Resource Management это про деньги, то есть про эффективность, про цифры, про все остальное. Как измеряется эффективность использования инструментов? Ну, в первую очередь это стоимость подбора. Первое. Второе – это стоимость обучения. Как мы уже говорили с той, с чем мы имели проблемы, ты тратишь, да, человека часы, тренинги, деньги, не знаю, вплоть до печенек, чтобы их там накормить, пока ты им тренинг проводишь, да. Сейчас же ты получаешь то количество усилий, которые ты вкладываешь и отдачу, которую ты получаешь, ну, несоизмеримо эффективнее. Ты проводишь не шесть тренингов на каждого человека там по восемь часов, да, проводишь три, а остальное дальше догоняешь, либо они сами приходят, а вот это подскажите, а вот это направьте. И нет моментов на споры, то есть, ну, в любом тренинге есть сопротивление, там, не знаю, 30% уходит на работу с этим, да. Здесь же ты там 100%, ну, там 90% времени действительно то, что называется в коне корм. Люди слушают, люди готовы, им это ложится, им нужен просто какой-то инструмент. У них нет неких концептуальных, вот каких-то на уровне личностных сопротивлений к этому вопросу. Они говорят, окей, да, нам понятно, мы это принимаем, теперь дайте нам инструменты, дайте нам скрипт, там, дайте нам какие-то технические знания, чтобы помочь нашим клиентам, там, в случае чего, и всё окей, они будут происходить. Чем измеряется эффективность работы колл-центра у вас? У нас это обратная связь от клиентов, то есть, качество после каждого звонка, наш клиент может, да, там, поставить оценку. Это количество пропущенных звонков, да, то есть, он может выключиться так потихонечку, а может принимать, подсказывать. Что произошло вот с точки зрения экономики? С точки зрения экономики, мы, во-первых, меньшим количеством людей мы больше обрабатываем, потому что у нас есть собственный колл-центр, и есть ряд звонков, которые мы отводим на аутсорс. Да, то есть, у нас ярко выраженная сезонность пиковый, да, соответственно, мы можем большее количество звонков обрабатывать самостоятельно. Да, это, как я уже говорила, там, стоимость найма, то есть, даже публикация HeadHunter, работа, ещё раз, обучение. Это наши клиенты, соответственно, мы получаем обратную связь. Если раньше было, отзывы, например, писались или негативные, или ничего, да, то сейчас мы получаем позитивные отзывы про конкретного человека, да. Я когда слушаю, прослушиваю звонки, я прям сама прям, вот чем ещё помочь? И знаете, у меня было несколько моментов, ну, вот я прям прослезилась, когда я это услышала, там возникла некоторая сложность, человек покупает электронный билет, а его надо распечатывать. Знаете, я вот приехала в Москву, я вот по дороге купила через ваше приложение, мне негде распечатать. И дальше оператор, так-так-так, давайте сейчас подумаем, подумаем, а, сходите на почту, там есть, могут распечатать. А если на почту, а попробуйте зайти. Так нельзя распечатать билет, получить электронный? У нас можно в одном из офисов на Белорусской, если это бланк строгой отчётности. Там есть некоторые технические моменты, которые именно просто, там нет принтеров, которые просто бумагу печатают. Они печатают только вот на бланках, которые на билетах. Ваши билеты, да. Вот, и я понимаю, что девочка работает буквально неделю, и вот она сидит, она соображает, она говорит, так, давайте вы не переспокойтесь, давайте сейчас подумаем. Да, если возникает, какой человек говорит, я там, не знаю, стою на перекрестке, потерялся, не понимаю, куда идти. Если раньше было сказано, откройте Яндекс-карты и посмотрите. Окей, где вы, давайте сейчас не отключать, сейчас мы посмотрим. Не знают какой-то вопрос, там, позвоните организатору, там, не знаю, входит ли подарок, можно ли обменять, ну, какие-то такие вот моменты. Ну, прям очень-очень тонкие, да, которые только организатор знает. Если раньше, там, зайдите в интернет, найдите себе организатора и позвоните ему, то сейчас, там, они говорят, окей, там, либо, там, побудьте, там, на линии мы сейчас выясним, либо, если понятно, что, там, ну, вот здесь и сейчас невозможно, да, там, вопрос решить, говорят, окей, сейчас мы вам нагуглим телефон организатора, если надо, вам смс-чика сбросим, да, и вы можете связаться. И это вне скрипта. То есть, вот мой идеальный, вот то, к чему я стремлюсь, то есть, найти таких людей, у которых потребность, вот, удовлетворить, помогать, она не может быть по скрипту, это нельзя прописать, это, не знаю, лайфстейлчик, можно прописать в скрипте, не знаю, приветствие, прощание, ну, какие-то вот такие формальные вещи, но вот прописать, как помочь конкретному клиенту вот этой ситуации, они же возникают. Вот интересно, я просто не проработал, вот люди, которые не хотят помогать, они в жизни тоже не помогают никому? Ну, там, условно говоря, интересно, не проводили оценку вот семейного счастья тех людей, которых вы уволили, которые были такие… Возможно, они сейчас счастливы, они занимаются любимым делом. Оношения там с коллективом или ещё как-то, вот это транслируется не только же на работу, наверное. Я думаю, что, знаете, плюс-минус, если человек это важно, это нужно, это попадает в его кайф, да, то, конечно, он помогает. Я не хочу сказать, что у нас там, знаете, таких социопатов, которые вообще очень мало. Нет, но они понимают, зачем там. Помочь своему близкому, зачем там я это делаю? А просто, когда вам звонят, там, в прижении 12 часов, люди с бесконечными проблемами, да, выгорание происходит, а с чем я вообще помогаю, с чем я это делаю? Я хочу помолчать, в конце концов, или, я не знаю, я тут на Ютубе какой-нибудь там фильм смотрю, а вы тут меня отрываете, да. Я думаю, что, конечно же, могут, просто вопрос, делать это 12 часов регулярно, каждый день на протяжении нескольких лет, это просто, если человек, вот нет у него вот этой вот действительно такой вот большой способности, он выгорит просто. Таня, скажи, пожалуйста, сколько времени занимает проект, вот чтобы компания почувствовала какой-то результат? Свет, мы когда начали работать? Мы начали прошлой осенью, где-то около полугода, наверное, или в конце лета, вот как-то так. Вообще эффект можно почувствовать уже, начиная от месяца, в зависимости от того, как в компании, насколько быстро идет процесс набора данных. Потому что, если мы говорим, у нас сейчас, это была сеть АЗС, нефтемагистраль, мы с ними сделали, вывели корреляции, поняли, что за люди все-таки должны быть, у нас там линейная позиция, за две недели. Но они там, на той стороне, просто очень быстро сработали. Есть такие накопительные эффекты, когда выборка в компании не такая большая, она именно накапливается. У кого-то три месяца занимает, у кого-то шесть месяцев, у кого-то две недели. В зависимости от задачи, в зависимости от того, что мы делаем. Итак, подведем микро итоги. Как я говорил, время пролетит незаметно, уже практически там осталось нам пять минут до конца эфира, и все же. Тогда важный момент, мне кажется. Все-таки. Свет, хотела, вот сейчас проговорили по поводу того, что за люди в колл-центре, какие результаты, а мне бы хотелось, чтобы мы проговорили еще по поводу того, а что за шкалы, которые влияют на вот эти вот заложенные файлы, чтобы их можно было идентифицировать на входе. Что это за клиенты, ориентированные люди? Давайте, давайте. Да, есть такой, как раз из практического кейса. Первое, то, что очень неожиданно миф, что сотрудники колл-центра – это экстраверты, такие жизнерадостные. Мы поняли, что одни из самых успешных товарищей у нас – это интроверты. Но это только в вашей компании или это в целом можно транслировать? Я думаю, что если колл-центр исходящий, то, что называется исходящий телемаркетинг, это, наверное, классический, да, если у них нет потребности поговорить и там проявлять себя, нет. Инициировать коммуникацию, да. Если же это входящий звонок, очень хорошо, ребята, то есть им пришел звонок, и они прекрасно его обслужили. Они интроверты, да. Второе, это вот о чем упоминала уже Татьяна, шкала феминности, то есть это выражение чисто женских качеств, то есть это девочки-заботушки, то есть у них вот и хлебом не корми, дай какому-нибудь позаботиться. Вот раньше, между прочим, до революции в России все были такие. И самое главное, что у нас… Воспитание было другое. И мальчики хорошо, то есть есть вот невысокому скажем, такие мужчины-бойцы такие вот на коне, там шашкой на голову, там они куда-то несутся. А есть ребята спокойные, то есть им как раз, может быть, наоборот, сложно биться, знаете, вот в этом мире там как-то. Но они прекрасно реализовывают себя тоже в этой истории. Они надёжны. Да, они поддержку оказывают, они умненькие, они много читают, изучают, занимаются саморазвитой, то есть они берут не каким-то таким, знаете, самцовостью, они берут интеллектом, юмором, каким-то подходом, эмоциональным интеллектом, да, это тоже оказывается очень здорово. Точно то, что не подходит, это люди с такой шкалой доминантности, то есть это некое продавливание позиций, они спорят. Авторитетно. Авторитарно. Авторитарно, это контролирующий орган, из них руководители хорошие получаются. Вот если надо на производстве контролировать, это перфект. Ни одна, ни мышь, ни муха мимо не пролетит. Они идут, им нравится, им будет это нравиться, да, эти моменты. Вот, но это, наверное, из такого, что вот яркого. Остальное, оно плюс-минус, там надо уже смотреть детали, потому что всё-таки многогранный, нельзя так найти рубить по двум шкалам. Но, тем не менее, то, что мы видим, если мы видим высокую феминность, то есть мы уже говорим, что с большой вероятностью, да. Если мы видим доминантность, мы говорим сразу нет. То есть прямо сразу? Мы прямо сразу смотрим, говорим, что даже если человек очень классный, то есть даже если здоровый, но он, ему самому будет тяжело, он сам будет мучиться. Но всё же ты сказал, что ты сначала проводишь личные собеседования, а потом тестирование. Так если доминантность выявляется на тестировании, может быть, и проведить собеседование не нужно? Ну, мы всё-таки сначала смотрим, потому что доминантность – это яркий такой момент, да. Но бывает яркий, что у девочек, например, доминантность не всегда проявляется. Всё-таки это у ребят так видно, а у девочек доминантность может быть такая, знаете, такая домашняя тиранка. Замаскированная. Да, она внешне такая, может быть, классная, здоровская. И голосочек приятная. А там, на самом деле, знаете, какой там стальной характер. А вот интересно, я бы, знаете, рекомендовал, когда заявление в ЗАГС подают, сразу, ну-ка, давайте-ка тест заполните. Шутки шутками, но это же всё наша жизнь, да? Ведь эти люди появляются оттуда, из воспитания, из семейных отношений, всё остальное. – Конечно, конечно. – При этом есть ещё прямая несовместимость психотипов личности. – Да? – Да. – А вот эта методика, которая, она вообще всегда применялась на формирование команд. Как всё-таки учесть индивидуальные особенности личности для того, чтобы они не конфликтовали в команде и были максимально эффективны. Поэтому про семейные отношения прям очень актуально. – Мне кажется, у тебя прям новый пласт работы, мне сейчас вскрыли. – Я думаю, что более чем. Самое главное, и про себя-то знать хорошо. – Да, 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 да. – То есть это же… – Мальчик знакомый, девочка говорит, слушай, я тут такой классный тест нашёл, давай пройдём, и ты сразу веришь доминанность. – До свидания. – До свидания, да. – Ну, сейчас, знаете, какая-то справка от врача, там, я не знаю, гены, там, это справка доходов. – Осудимости, да. И тест. – Кстати, это будет скоро, может быть, это будет каким-то обязательным документом со временем. – Возможно, возможно, мы пролобируем. – Окей, в оставшиеся две минуты скажите мне, пожалуйста, всё-таки, вот ваше, вот всё-таки основой было желание жить по ценностям. – Желание, да, абсолютно. – Желание быть по ценностям, чтобы люди разделяли эти ценности, которые вы выбрали в компании. Как вы их выбрали? – У нас было голосование. – Общее. – Общее. – Всех людей. – Мы собрали всю компанию, написали список из 20 ценностей и попросили проголосовать не только за те ценности, даже не сколько за те ценности, которые лично мне импонируют, сколько за те, которые с их точки зрения разделят максимально большое количество их коллег. То есть не просто, что я, а мне, может быть, там, я не знаю, это ценно, но я думаю, что для всех, для большинства вот это будет ценнее. – То есть что ценно для вас и как вы думаете, что ценно для других? – Да, что будет максимально. И у нас появилось… – Рейтинг такой, да? – Да, рейтинг, да, как раз у нас изначально хотели выбрать 3, получилось 4, но самое интересное, что вот эту ценность фан добавил наш генеральный директор. – Сам. – Если его подбежали? – Да, ну давайте как классики мы добавим вот это. И она стала, на самом деле, одной из лидирующих, да, и, ну, все остальные ценности, они достаточно, ну, как бы стандартные. Кто скажет, давайте не уважать, не быть профессионалом. – Ну, это да, понятно. – Как делать так, чтобы люди жили по ценностям? Что вот конкретно там, какие самые яркие, практические? – Чтобы они занимались тем, что им приносит удовольствие. И неважно, что это. Колл-центр ли, программисты, HR ли, юристы, ты находишь и реализовываешь все свои внутренние потребности, как, еще раз говорю, это может быть, не знаю, тема контроля и доминирования прекрасна среди контролирующих органов. – Таня, ну и какими ценностями живет ваша компания? – Мы живем… Вы знаете, у нас, наверное, основная ценность – это не продавать, а пытаться все-таки помочь клиенту. Мы никогда не заходим с точки зрения продаж, мы очень начинаем глубоко копать в боли, вплоть до того, что мы начинаем погружаться в бизнес-процессы, реально в экономику, чтобы посчитать, что именно, где теряет клиент, для того, чтобы ему очень четко, целенаправленно предложить решение. Ну, это мое такое, наверное, оно такое от меня идущее, потому что я люблю закапываться в циферки и в бизнес-процессы. А мои, на самом деле, я же тоже, вот мы со Светой работаем с той осени, и я себе менеджеров-то тоже набираю по такому же типу, и я смотрю, чтобы у меня были феминные, у меня девчонки сидят, они клиентоориентированные, и им очень важно создать комфортные условия. Вот вокруг этого мы и пляшем, чтобы нашему клиенту было комфортно, и ему действительно с нами было приятно работать. – Спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. Сегодня с нами был Татьяна Вавилова, сооснователь компании «Профдиалог» и Светлана Муратова, HR-директор компании «Тикетленд». Я уверен, что каждый из вас нашел для себя что-то важное, – ну, в первую очередь, конечно, задумайтесь о том, с кем вы хотите работать, какая для вас нужная и важная составляющая ваших должностей, посмотрите на ваших людей, если вам недостаточно будет того, что увидите за физической оболочкой, копайте вглубь, раскрывая черепные коробки с помощью различных инструментов психодиагностики людей. С вами был Роман Дусенко, «Бизнес-завтрак», спасибо огромное, до свидания. – Спасибо, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова